Россия улучшила свои позиции в рейтинге Всемирного банка Doing Business. Он отражает удобство введения предпринимательской деятельности в 189 странах мира. В рейтинге 2015 наша страна 62-я против 92-го места год назад. Правда на самом деле скачок составил не 30 мест, а всего 2, поясняет в российском офисе Всемирного банка. Изменилась методика подсчета. В этом году в рейтинге впервые учитывались условия введения бизнеса не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, что в целом оказалось на руку России. Москва опережает Питер по двум показателям. Это подключение к системе электроснабжения и обеспечение исполнения контрактов. А Питер опережает Москву по пяти показателям. Регистрация бизнеса, получение разрешения на строительство, налогообложение, международная торговля и разрешение проблемы неплатежеспособности. Также наша страна совершила рывок в отношении упрощения регистрации бизнеса и прав собственности. Легче стало получить разрешение на строительство. Поэтому показателю Россия поднялась на 22 позиций по сравнению с прошлым годом. Но в сфере недвижимости требуются дальнейшие реформы, отмечают во Всемирном банке. Чтобы получить разрешение, в России нужно затратить 8 месяцев и пройти 21 процедуру. Необходимо ускорять процесс оформления бумаг на подключение к электросетям. Сейчас в нашей стране на это нужно в 6 раз больше времени, чем, например, в Германии. И третья сфера, где необходимо улучшение, это международная торговля. Сейчас документы для экспорта или импорта товаров в России готовятся две недели, в то время как в Канаде три дня. Отмечу, президент Путин поставил задачу поднять страну к 2018 году до 20-й строчки рейтинга Всемирного банка. К нам присоединяется член Генерального совета деловой России Сергей Фахредзинов. Сергей Баянович, добрый день. В реальности бизнес ощущает на себе эти изменения? Действительно ли предпринимателям в России стало легче работать? Объективно нет. Объективно нет, потому что все-таки для предпринимателей очень много других существенных проблем сегодня. То есть мы видим подорожание кредитных ресурсов, то есть в связи с геополитической ситуацией, понятно, да. То есть подорожание валют мировых к нашим валютам. Поэтому, конечно, сложнее стало работать. Потому что есть контракты западные, за которые нужно рассчитываться, есть предоплата за сырье, да, и нужно платить дальше за это сырье. Поэтому с точки зрения жизни сейчас предпринимателям сложнее. С точки зрения рейтинга, если говорить в двух словах, то, конечно, мы действительно существенно продвинулись. Но там все-таки такие ограничительные административные барьеры, которым занимается агентство стратегических инициатив, Минэкономразвитие. Это, конечно, правильное направление. То есть хороший такой симбиоз бизнеса, власти, где обсуждаются конкретные проблемы. Там, по-моему, 449 мероприятий во всех дорожных картах, да. На сегодняшний день там выполнено 313. Поэтому, наверное, мы все-таки не так активно двигаемся, потому что мероприятия, с одной стороны, не выполнены, с другой стороны, они выполняются, ну, бывает такое, что на определенном компромиссе между бизнесом и властью. Бизнес предлагает более жесткие варианты, в том числе, вот как вы правильно сказали, постройки, по разрешениям строительства, по присоединению к сетям. Власть старается предложить какие-то компромиссные варианты. И вот иногда не очень это хорошо получается, потому что, ну, иногда вместо, там, скажем, обязательного документа, да, постановления правительства, если вот по нашей карте говорить, я возглавляю карту по доступу малого и среднего бизнеса к закупкам госкомпаний. То есть, когда нужен жесткий документ, принимается рекомендательный документ, да, и в связи с этим, соответственно, возникают не совсем четкие истории, которые помогают двигаться быстрее. А какие, в первую очередь, проблемы нужно решать для того, чтобы хоть как-то опять начать более активное подвижение в рейтинге? Ну, то есть, если говорить вот по рейтингу, о котором мы с вами сегодня беседуем, здесь, конечно, самая основная проблема – это присоединение к энергосетям, да, там, у нас не очень хорошая ситуация. По стройке, да, вот, по экспортно-импортным операциям достаточно непростая ситуация, ну, там есть движение, по крайней мере. То, что касается сетей, там движение очень слабое пока, да, вот. Очень хороший показатель у нас по регистрации прав собственности сегодня, мы там достаточно серьезно продвинулись, вот, и очень хорошие показатели у нас сегодня по регистрации компании. Ну, в принципе, там хорошее движение, и мы в рейтинге находимся достаточно высоко, вот. По остальным позициям, конечно, надо работать и работать. Исходя из сегодняшнего рейтинга, выяснилось, что в Санкт-Петербурге оказывается легче и выгоднее вести бизнес, чем в Москве. Так ли это? Ну, знаете, там две позиции, 7-8 пунктов, то есть, это разрешение на строительство, по-моему, там, порядка 7 пунктов лучше, да, к лучшему, да, показателю. Вот, и, значит, по международной торговле, там, 8, да, к лучшему показателю. А с точки зрения, вот, например, присоединения к сетям, там, 20 позиций хуже, да. Поэтому, ну, там, 7-8 позиций, понимаете, не очень, как бы, так, такая положительная история. И тем более, вот, эти три показателя, в одном хуже, в двух лучше. А если в целом смотреть, сейчас, вот, история такая, что, там, 62-е место, сейчас будет сложнее и сложнее. Ну, во-первых, растет конкуренция, то есть, все страны этим начали заниматься, вот, и понимают, что нужно это делать, в том числе и страны БРИКС, там делают движения определенные. Вот, и за каждую позицию будет серьезная борьба. И нам все труднее и труднее, потому что вот этот вот большой пласт, который можно было быстро убрать, мы его убрали, да. Ну, мы очень быстро двигались за последние, там, три года, достаточно серьезный был скачок. А сегодня будет сложнее, конечно. Ну, поэтому, две, три, четыре позиции, которые мы будем, там, выигрывать, план стоит, вы правильно сказали, к 2017 году, в 20-ку. Но я считаю, что в рамках 20-ки этого недостаточно нам, да. То есть, в целом, это будет хороший показатель, будет сложно к нему прийти, но очень много других, вот, историй, связанных с институционным климатом, о которых мы, вот, говорили. Стоимость тарифов, стоимость топлива, стоимость кредитных ресурсов, вот, возможность получать финансирование на неокры, на окры и так далее для компаний. То есть, достаточно сложная история. Но самое главное, у нас сегодня более 25% ВВП сосредоточено в госсекторе, спроса, я имею в виду. То есть, это порядка, там, 14-16 триллионов, да, спроса, это государственный сектор, государственные компании и госзакупки. Вот, и нужно обеспечивать, да, доступ к этим закупкам для малого и среднего бизнеса. А это такая дорога с двусторонним движением. С одной стороны, нужно повышать грамотность самих компаний, потому что многие не знают просто, да, как зайти, вот, какие процедуры конкурсные и так далее. И нужно повышать грамотность, обучать предпринимателей и так далее. С другой стороны, госкомпании должны убрать вот этих многочисленных посредников, да, которые у них сегодня присутствуют. Они, конечно, решают серьезные глобальные задачи, понятно, но, тем не менее, очень много посредников, которые мешают малому и среднему бизнесу пробиться в государственную закупку. А вот, что касается ситуации в регионах, там, сильно условия для бизнеса изменились, если можно коротко? Сильно. Нет, изменились не сильно. Отличаются сильно. Отличаются от столичных сил? Конечно. Ну, мы с вами знаем, что электронный оборот в Москве, он, конечно, развит сегодня, да, а в регионах там еще только процессы приступают. Ну что ж, спасибо, Сергей Баянович. Улучшение позиции России в рейтинге «Дуин бизнес» мы обсудили с членом Генерального совета деловой России Сергеем Фахреддиновым. Спасибо. Спасибо.